Приветствую вас! А ныне на это ваш ответ на вопрос, что делать с начальницей, которая заставляет вас на работе до 1, не имея при этом своей личной жизни и считая, что так же и вы ее не должны иметь. Ситуация заключается в том, что доказывать что-то, спорить с этим человеком и как вести себя в таком ситуации. Достаточно тонкая грань есть между личными отношениями и профессиональными делами. Ваше начальница воспринимает работу как средство замещения в своей личной жизни. Она не хочет детей, как она говорит, и они ей не интересны напротив. Она бы хотела их, но не верит в то, что это возможно. Не верит в то, что у нее может сложиться хорошая личная жизнь. Почему? Да потому что в ее личной жизни были неудачи. человек, который засиливается на работе допоздна, принося в жертву свое личное время, просто не верит в то, что в чем-то другом, кроме работы, он способен реализоваться полностью и правильно. То есть происходит такая сублимация, замещение. В этой ситуации понятно, что вы как подчиненные, как коллеги, сделать особо ничего не может именно с ней. То есть вам ее не передел. Она человек взрослый, она человек уже сформировавшийся, у нее свои цели, свои приоритеты и так далее, но она говорит, что вы должны с ней засиживаться до 10-11 вечера в вечер. И вот здесь необходимо не только ваше, поскольку я так понял, что проблема еще у других ваших коллег. здесь необходимо четко знать свои права. Свои права, исходя из правового договора. Вот вы же, например, заключали правового договора, он у вас, наверное, и есть. Соответственно, в нем написано, прописано, до какого времени длится ваш рабочий день или сколько часов он длится. соответственно, если у вашей начальницы есть желание сидеть больше, это ее выбор, но вы проводите на рабочем месте больше времени только в том случае, если есть необходимое для того желание, если вам это время оплачивается. то есть, за соответствующие материальное вознаграждение. Просто на энтузиазме тратить дополнительное время на работу, которое является уже вашим личным, безвозмездно, является преступным. является нарушением, по сути, трудового деятельности, трудового законодательства. И абсолютно никакого права требовать подобного поведения от вас начальница не имеет. начальник, как руководитель, имеет право в рамках, во время рабочего дня, руководить вашей деятельностью. Поскольку, поскольку этого требуют профессиональные обязанности и технология рабочего процесса. Если она позволяет себе, в отношении вас, как коллег, как своих подчиненных, такие выражения, как «вы все тупые», что из-за вас у нее нет личной жизни, это является, по сути, оскорблением и непрофессиональным поведением. На этого человека можно написать жалобу в высшестоящую инстанцию, чтобы ей вынесли дисциплинарное замешание, и, возможно, привлекли к административной ответственности за ее поведение. Но вам, вам, вести себя с ней нужно следующим образом. Прямые предписания, которые касаются вашей профессиональной деятельности, ваших профессиональных обязанностей, безусловно, дополнительных поощрительных мер, без дополнительных И, конечно, все выполнено. Это важно проявление субординации. После того, как рабочий день закончился, вы имеете полное право идти домой. И она уже без дополнительных поощрительных мер, без дополнительных гарантии вознаграждений, не может вас заставить оставаться на месте, за исключением случаев форс-мажора. Но это случаи единичные, они не постоянные. Соответственно, необходимо поставить границу между личным и рабочим. Все, что касается профессионального, все, что касается рабочего, полное взаимодействие. А все, что касается лично вас, здесь действует соответствие со своими интересами. То есть, как? До тех пор, пока ваши профессиональные интересы совпадают с личными интересами, это отработка полного рабочего дня наиболее эффективна. Вы относитесь к ней, как подчиненный своему руководителю. Как только рабочий день заканчивается, ваши личные интересы и профессиональные расходятся. И вы отдаете предпочтение личным интересам. Потому что график рабочего дня является нормированным. По-другому вести себя с ней, как-то договариваться, как-то стараться взывать, кто в этом раз, но у вас не получится. Почему? Тут нужно объяснить, почему. Потому что женщина, кроме того, что чувствует себя неполноценной, когда не на работе и наоборот полноценной, когда работает, то ее такое же отношение и в контексте вас. Когда вы уходите с работы раньше нее, она чувствует себя ненужной. Она чувствует себя брошенной. По сути, это то же самое чувство, что она испытывала до того, как начала работать с вами. То есть, это то чувство, которое у нее было, после того, как она потерпела определенные неудачи в личный жизни. И это, вот эта вот связь, логическую цепочку, необходимо четко представлять. Для чего? Чтобы понимать, что человеком движет, чтобы понимать переживания внутренние этого человека и не воспринимать всерьез все то, что касается вашего и его к вам отношения. Если профессиональные обязанности исполняются отлично, без нареканий. Но, вот когда дело заходит в правоотношение к вам относительно вот сверхурочного рабочего времени, то здесь она не совсем профессионально, не совсем объективно, не совсем адекватно. В силу своей непростой и очень удачной жизненной ситуации, которая у нее сложилась на личном фронте. и вам, осознав это, будет проще ее понять, будет проще установить границу. Вот, друг, о которой я говорил. И просто-напросто не допускать ее туда, куда ей не следует заходить. И все. Если у вас вдруг появится желание как-то ей помочь, то здесь лучшим решением будет корпоратив. обязательно приглашение, с обязательным приглашением мужчин, вот, в которые может быть познакомиться кто-то из них с этой женщиной, с вашей начальницей, с которой у нее, с которым у нее может возникнуть роман. И вот тогда, когда у нее появится что-то, ради чего стоит уходить с работы пораньше, она у вас пройдет. Вот, подобные ситуации вам нужно себе в сознании воссоздать, чтобы понять наиболее четко, ясно, как обстоят дела с ее восприятием сверхурочной работы. И тогда проблема практически себя исчерпает. То есть, вы будете по-прежнему относиться к ней уважительно, как к начальнице, потому что она действительно хорошо выполняет свои обязанности, но, как к человеку, вы будете относиться к ней снисходительно, потому что она, по сути, ну, достойна сочувствия, ей не повезло, она достойна ее участие. Но, поскольку вы подобное напрямую проявить не можете в силу субординации и ее такого вот независимого поведения, то вы просто в свое поведение добавьте нисходительность к ней. И все. Нисходительность – это, как правило, не восприятие всерьез каких-то отдельных аспектов человеческого поведения, которое не касается напрямую рабочих моментов отрасли. А если представить момент, как-то ей помочь, то обязательно сделайте это. Но, опять же, позиционировать это, как помощь ей не стоит. Вы помогаете всем. Ведь, если ей будет хорошая начальница, то будет хорошо вам. Поэтому, помогая ей, вы делаете, как бы, одолжение и себе тоже. Всем коллегам, которые с ней работают. Поэтому у меня все. Если остались какие-то вопросы, вы можете обращаться ко мне в личку. Я вам помогу. Все отвечу, все рассказываю. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok